Наш туморборд будет посвящен уротериальному раку. Мы отобрали 7 наиболее, по нашему мнению, интересных клинических случаев. Кстати, Ирина Мусаевна, в этот раз дискуссии были у нас не такие бурные и ярые, как в прошлом году. Поэтому я надеюсь, уважаемые коллеги, те, кто к нам сегодня подключился, оценят и уверенность, и мастерство выступающих, ну и сам, конечно, клинический случай. Критерии отбора, ну, по крайней мере, у меня были такие, что мы старались объединить и локализованный, и мышцы инвазивные, и метастатический рак мочевого пузыря, верхние мочевые пути, хирургическое лечение, системную терапию. Так, чтобы в ходе этой сессии, примерно двух часов, мы представили, как выглядят, скажем так, современные варианты лечения уротериального рака у нас в стране, в различных регионах. Ирина Мусаевна. Большое спасибо, Сергей Александрович. Всем доброго дня, доброго вечера. Действительно, в этот раз было просто с выбором претендентов, поскольку, ну, мы выбрали наиболее интересные клинические случаи, и, на мой взгляд, наиболее правильные клинические случаи. С точки зрения существующих рекомендаций в Российской Федерации. Казалось бы, уротериальный рак не так интересен, как, допустим, рак предстательной железы. И, может быть, здесь есть не такое многообразие лекарственной терапии или каких-то новых модификаций в хирургическом лечении. Но, тем не менее, все подошли очень творчески. Замечательные клинические случаи. Постарайтесь, представляя свой клинический случай, найти максимум аргументов для отстаивания своей точки зрения. Постарайтесь быть интересными и постарайтесь. Ну, и удачи нам всем. Давайте начнем. Никита Андреевич, вы готовы? Да, добрый день, я готов. Хотел бы представить вам клинический случай пациента, который получал у нас терапию ингибиторами FGFR гена с непосредственно в ротериальной карциномой почки. Переходя к клиническому случаю, начало заболевания пациента возникло в 2021 году, когда пациент самостоятельно впервые выполнил обследование в связи с жалобами на поясничные боли в виде МРТ пояснично-коршневого отдела и позвоночника. Но, к сожалению, у пациента было выявлено образование в лоханке правой почки. Самостоятельным пациентом было выполнено обследование в виде компьютерной томографии органов брюшной полости, по данным которого было выявлено патологическое образование в лоханке правой почки размерами 37 на 28 на 50 мм. С результатами обследования пациент обратился по месту жительства, в связи с чем ему было выполнено диагностическое исследование в объеме в ротелопиелоскопии с биопсией образования, которое подтвердило опухолевый компонент образования. В кратчайшие сроки пациенту была выполнена нефроуротероктомия с резекцией устья правого мышточника, которая по результатам гистологического заключения подтвердила наличие опухолевой ткани, в котором было подтверждено популярное неинвазивное уротелиальное карциномо лоу-грейд правой почки. Далее пациент был отставлен по динамическому наблюдению, было выполнено в марте 2022 года цистоскопия, была оценена полость мочевого пузыря, и в области послеоперационного рубца было выявлено незначительное образование, которое было взято на биопсию, но патологического агента в нем не было выявлено. При дальнейшем обследовании через три месяца, по данным момента резонансной томографии, к сожалению, у пациента были выявлены патологические очаги достаточно большой распространенности, массивные инфильтративные изменения в параректальной, пресакральной и паравизикальной клетчатке с повлечением мезоректальной фасции из стенок прямой кишки, наибольшем измерении образования до 30 мм. Далее пациенту в связи с данным обследованием была выполнена биопсия образования, которая подтвердила наличие опухолевых изменений, и пациента было рассчитано как в виде прогрессирования. Но пациентам самостоятельно также была выполнена позитронно-эмиссионная томография, которая также подтверждала наличие ранее указанных изменений по данной магнитно-резонансной томографии. Со всеми результатами обследований ранними, которые произвел пациент в данный момент, он обратился в Национальный медицинский исследовательский центр имени Николая Николаевича Петрова. Пациенту было рекомендовано выполнение пересмотра гистологических препаратов, которые также подтверждали наличие опухолевых изменений как в первичном хирургическом гистологическом исследовании, так и в последующем после биопсийного материала. По данным результатов исследования по пациенту был проведен мультидинциплинарный консилиум, который принял решение о проведении лекарственной терапии по схеме GP. Химиотерапевтическое лечение началось у него с 6 октября 2022 года. Первый цикл, к сожалению, закончился осложнениями, проявляющимися лейкопении второй степени, некоторой пении третьей степени, в связи с чем срок лекарственной терапии был смещен. Достаточно незначительный период, но смещение имело место быть. Последующие циклы, второй и пятый, прошли без осложнений, пациент чувствовал себя удовлетворительно. Но после проведения 6-го цикла первого дня у пациента также возникло осложнение, проявляющиеся лейкопении третьей степени, нейтропении третьей степени тяжести и присоединением анемии средней степени тяжести. В связи с чем на фоне гематологической таксистности цикл 6-1-8 проведен не был. Пациенту в момент проведения химиотерапии также были выполнены обследования. И, к сожалению, было выявлено наличие у пациента прогрессирования опухолевого процесса с присоединением опухолевого конгломерата к семенным пузырькам, а также утолщением стенок прямой кишки за счет опухолевых изменений. В связи с этим пациентом был проведен онкологический консилиум, результат которого я оглашу чуть позже, а сейчас бы хотел прийти к слайду, который бы основывался на дальнейших принятых нами решениях. Достаточно интересное исследование, было приведено нашими коллегами из Сан-Диего, которые определяли наличие гена FGFR у пациентов с онкологическим процессом. И самым интересным было выявлено то, что пациенты с ортелиальной карциномой преобладали в списке данной группы пациентов среди всех нозологий. А в группу данного исследования входило практически 5000 пациентов, и из них 32% – это пациенты с ортелиальной карциномой. На фоне всех проведенных обследований, всех проведенных осмотров и подъема литературы было принято решение на фоне прогрессирования заболевания пациенту провести достаточно большой спектр исследований, таких как определение PDL-экспрессии, определение патогенных транслокаций таких генов, как FGFR3, FGFR2, также наличие молекулярно-генетической исследования микросателлитной нестабильности. И среди всех исследований положительным результатом у нас выявлена только патогенная транслокация в гене FGFR3. В связи с чем также был поднят достаточно большой костяк документов и исследований, чтобы оценить и принять решение для проведения последующего лечения данному пациенту с прогрессированием после проведенной терапии по схеме GP. Одним из достаточно показательных исследований является третья фаза исследования ТОР, которая показала эффективность препарата, основанного на воздействии FGFR3 рецепторов. Такой препарат под названием Эрдофетиниб. Он показал свою эффективность, в связи с чем на обсуждении консилиума было принято решение наснащить пациенту данный тип лечения. Безусловно, перед началом лечения пациенту было выполнено исследование с целью контрольной точки за дальнейшей динамикой проводимого лечения. В связи с проводимым лечением пациенту контролировался фосфор, так как это является одним из регламентательных факторов. В связи с повышением фосфора приходится редуцировать дозу. Ну и у нас случился такой незначительный курьез, который вызвал у пациента осложнение в виде обезвоживания второй степени и наличием гитофосфатемии. В связи с чем повторно на консилиуме было принято решение редукции дозы данного препарата до 6 мг. В дальнейшем пациент продолжал получение данного препарата, переносил лечение достаточно стабильно, без каких-то осложнений, отмечал соматическое улучшение состояния, но и также отмечалось наличие эффективного показателя по данным диагностических исследований, которое подтвердилось по результатам от 17 сентября 2023 года. Мы видим по результатам магнитно-резонансной томографии наличие изменений, которые были выявлены ранее, они стали характера фиброзного, без дальнейшего прогрессирования. Также очили в области семенных пузырьков имели место полного регресса, и область прямой кишки также уменьшила и превратила эту обухлевую ткань в большую степень фиброзного характера. Последнее исследование, которое пациентам было проведено, это 15 декабря. Они были без какого-то динамического изменения и были в соответствии с исследованиями от сентября 2023 года. Данный клинический случай берет свое начало от апреля 2023 года. Период наблюдения за данным пациентом составляет практически уже 9 месяцев. Пациент себя чувствует на данный момент удовлетворительно. Соматическое состояние его улучшилось, и эффективность данных исследований показывает, что препарат действует. И это достаточно эффективная терапия, которая позволяет нам применять данную группу лекарственных средств у пациентов с положительным геном FGFR рецепторов. И в конце клинического случая хотелось бы, наверное, сказать слова достаточно известного мультипликатора Уолта Диснея. Мы продолжаем двигаться вперед, открываем новые двери и делаем что-то новое, потому что нам любопытно либо выставить нас к новым путям. Наверное, этот случай показал то самое любопытство и применение препарата достаточно нового, которое было не так давно введено в клинические рекомендации зарубежных наших коллег, как экспериментальное, но достаточно эффективное как в пользу пациента, так и в пользу непосредственно нашего труда. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Никита Андреевич. Ну что, я предлагаю по нашей старой доброй традиции не оставлять все на потом, а сразу обсуждать каждый клинический случай, пока мы помним его плюсы, минусы и есть о чем поговорить. Скажите, пожалуйста, Никита, вот я правильно ли, потому что у меня периодически меня выбрасывало, потом возвращало назад. Четыре курса гемоциса, да? Там оценили эффект, там была вроде как стабилизация, а после шести прогрессирования, правильно я говорю? Да, спасибо большое за вопрос, Арима Александровна. Совершенно верно. К сожалению, на фоне шести курсов химиотерапии у пациента в последующем у нас было выявлено прогрессирование опухолевого процесса. Вопрос первый. Почему после четвертого курса не остановились и не назначили пациенту овелума? Пациент действительно совершенно был непростой, с достаточно необычным распространением. По каждому его решению было проведено онкологическое консилиум. В связи с пациентом стабилизацией процесса мы все-таки решили продолжить ему два курса химиотерапии с рассмотрением возможности положительного эффекта данного лечения. Но вы знаете, что по существующим рекомендациям, если у пациента есть продолжающийся ответ, то мы продолжаем химиотерапию до шести курсов. А если у него стабилизация процесса, то мы переводим его на эволума. Вот у меня только один вопрос. Вы принимали участие в этом консилиуме? Да, я принимал участие в этом консилиуме. Вы за что голосовали? Честно. Честно. За эволума. За эволума? Олег, извините, я вмешаюсь в ваш диалог. У меня просто на самом деле интересно. Я поймался на мысли, а эволума в добавлении к стандартной схеме и при верхних мочевых путях показала свою эффективность, живили, я правда не помню. Да. Да? Ага. Так, теперь следующий вопрос. А вот при прогрессировании болезни, когда после шестого курса прогрессирования болезни, рассматривался вопрос пембролизумаба? Ну, мы же оценивали непосредственно все рецепторы. ПДЛ-1 рецепторов, к сожалению, мы не выявили. Пембролизумаб, он рассматривался, но эрдофетинип мы хотели попробовать с целью каких-то новых результатов. Мы знаем эффект пембролизумаба, так как пембролизумаб, он, в принципе, используется уже достаточно давно. А эрдофетинип – это новый препарат, который показал также свою эффективность в исследовании ТОР в третьей фазе. Вы же все-таки действовали на территории Российской Федерации и действовали в этом случае оффлейбл. Для того, чтобы использовать ПДЛ-ингибиторы и ПДЛ-ингибиторы, нам с вами не нужно во второй линии лекарственного лечения. Нам ПДЛ вообще ничем не поможет. Да, у тех, у кого больных, у которых был ПДЛ-положительный статус, выживаемость была лучше, чем у тех, у кого был ПДЛ-отрицательный статус. Но так же, как эрдофетинип, так как энфортумаб все-таки зарегистрированы пока после ПДЛ-инфетинип, ингибиторов, ПДЛ-ингибиторов, неважно. Поэтому я и задаю вопрос, не возникало ли, помимо любопытства, еще и какой-то звоночек здравого смысла о том, что, может быть, сначала использовать все традиционные методы лечения и только потом перейти на метод лечения, который является в настоящее время в Российской Федерации оффлейбл. Ну, Лис, во всяком случае, на момент принятия вами решения. Ну, на самом деле, мы все-таки решили провести достаточно интересный эксперимент, который показал нам эффективность данного лечения, и мы ничуть не пожалели. Здорово. Это из серии победителей не судят. Тем не менее, эксперименты мы все-таки на людях не делаем. А мы хотим попробовать эффективнее линию лекарственной терапии. А в этой ситуации, вот на консилиуме, в онкологическом, вы голосовали за эргофетеник или за пентолизума? Вопросы с подволом. На самом деле, приведя все данные, да, и даже в том же исследовании ТОР, какой-то разницы между пентолизумабом и эргофетенибом активно не было выявлено. Но большинство проголосовало за эргофетениб, я поддержал. Спасибо. Скажите, а вот сейчас больной спрогрессирует, все-таки пентолизумаб-то попробуем? Попробуем. Спасибо. Ирина Мусайловна, а вот к вам придет такой пациент уже с определением мутации, да, вы знаете, что по рекомендациям у нас пентолизумаб, а вот по бумагам, которые принес с собой больной к вам на консультацию, эргофетениб, вот я, например, сижу и думаю, а что бы я порекомендовал этому пациенту в первую очередь? Мы с вами, Сергей Александрович, как представители федеральных центров должны действовать строго в рамках рекомендаций Российской Федерации, поэтому, конечно, пентолизумаб. Хорошо, согласен. Будем так и действовать. Если пациент, мы с вами организуем, инициируем клиническое исследование и включим туда этого пациента, он подпишет согласие о том, что мы будем лечить его оффлейбл, да, мы с вами можем рассмотреть все, что угодно. А если это рядовая ситуация, пациент пришел на прием, мы лечим его дальше по нашим с вами рекомендациям, то все-таки тембролизуем. Ну, в общем, вы поняли, да, коллеги, кто в этом нашем сегодняшнем эфире отвечает за темную сторону? Никита Андреевич. Шутка, шутка. Никита Андреевич, у меня вопрос, а какая все-таки стадия была у пациента вот на начальном этапе лечения? Вот клиническая стадия, патоморфологическая, когда выявили. Я, кроме того, что лоу-грейд там поставили, не увидел подробностей. ТНМ. А первичная стадия выставлялась как ПТ-1, НО, НО. Неинвазивный там было написано. Да, да, да. Ну, вот ваше мнение. На каком этапе что пошло не так? Да, там был хай, был лоу-грейд сначала, да, потом по данным биопсии хай-грейд, пересмотр хай-грейд и такое, ну, можно назвать это бурным прогрессированием при вроде бы неинвазивном раке верхних мочевых путей. Или все было нормально, ну, просто вот такая сэляви, это рак верхних мочевых путей, он агрессивный, он непредсказуемый, и что ж еще было поделать? Ваше мнение. На самом деле, я больше склоняюсь к агрессивности опухолевого процесса верхних выводящих путей, которые, ну, как вы выразились, сэляви, и возникло все это дальнейшее распространение, достаточно, ну, серьезное распространение на органы малого таза, именно в области мочевого пузыря, в области резекции. Возможно, было какое-то все-таки наличие также распространения не только в лоханке, а в мочеточнике, в области мочевого пузыря, но сейчас трактовать об этом мы не можем, потому что гидрологические препараты показали, что в области резекции опухолевый край был без опухоли, вот, и, скорее всего, я больше склоняюсь к агрессивности опухолевого процесса верхних водящих путей. Ну, и, наверное, последний вопрос, а вы цистоскопию продолжаете делать этому больному в режиме наблюдения, или достаточно вот критерия фрицист, измерение узлов, количество, размеров и прочего? Безусловно, мы выполняем цистографию, оценки естественных мочевого пузыря и изменения их на патологические очаги. Это, я думаю, одним из важных аспектов является у данных типов больных. Спасибо, Никита Андреевич. Мы переходим дальше, коллеги. Я еще, наверное, скажу то, чего не говорил с самого начала. Не волнуйтесь, мы все абсолютно адекватные, спокойные, уравновешенные, готовые к выслушиванию ваших мыслей, идей, предложений, поэтому мы здесь и собрались, поэтому это и называется врач будущего. Мы не хотим проверить ваши знания, мы хотим узнать вашу точку зрения. Совершенно верно. Переходим к следующему докладу. Глушакова Наталья Дмитриевна, город Челябинск. Пожалуйста. Я расскажу небольшой клинический пример синхронный почечноклеточный уротелиальный карцином в одной и той же почке. Что касается актуальности научного интереса, вот тут достаточно сфорный момент, поскольку такое сочетание локализаций встречается очень и очень редко. И составляет менее 0,2% по данным исследований. Первый случай такого наблюдения, когда было обнаружено синхронное и почечноклеточное уротелиальное карцином в одной и той же почке, было в 1921 году описано ученым Грависом. Самый последний случай был зарегистрирован Атилганом и его соавторами в 2013 году. Хочется отметить, что, наверное, вот этот клинический пример это тот вариант, когда можно было просмотреть действительно большинство имеющихся статей, большинство имеющейся литературы в доступных ресурсах. Самое большое развернутое по времени исследование было проведено корейскими авторами Ки и Ченом, когда за 10 лет они отслеживали синхронный почечноклеточный и уротелиальный рак в одной и той же почке на базе двух центров. На сегодняшний день общее количество таких случаев составляет примерно 56 случаев. С 2015 года прошло 8 лет и добавилось 29 случаев. Заболевание достаточно редко и полностью оценить достоверно все исходы невозможно. В основном выложены только отдельные клинические наблюдения разных авторов. Средний возраст обследованных пациентов составляет порядка 65 лет. Чаще всего заболевание сопровождается гематурией и болями в Баку. Что касается российских публикаций, по такому запросу можно в library найти порядка 30 публикаций, однако самая большая и развернутая из них принадлежит Перу Афонину Сергея Валентиновича, Матвея Вовсеволода Борисовича и Тюрина Игоря Евгеньевича, где они также провели большой обзор литературы. Статья это 2010 года. Очень мало сведений, все они носят описательный характер. Последнее крупное исследование как раз было Ательганом в 2013 году. Там и зафиксирован такой последний случай. На тот момент авторами был описан 21 случай. Надо отметить, что эти 21 случай не был пролечен в том центре, где они писали исследования. Это были цитаты из других источников литературы. Если проследить жизненные пути этих пациентов, в большинство случаев были пролечены по очереди радикальной нефректомии. 8 пациентов при локальной стадии, из них у 6 потом проводилась дополнительная уретеректомия, которая не была сделана во время первой операции. В ряде других публикаций в стадии были запущены, и пациенты получали лекарственное лечение. Было найдено несколько случаев неодевантной химиотерапии с платиносодержащим компонентом. По проведению лучевой терапии на опухоль или на отдаленные очаги, к сожалению, результатов не было найдено. Теперь перейдем по нашему пациенту, которого я наблюдала в условиях нашего центра. Пациент 69 лет, достаточно картинными симптомами, болями в пояснице, которые купировались нестероидными противовоспалительными средствами, и эпизодами гематурии. Пациент обратился на консультацию к урологу. К урологу ему была выполнена компьютерная томография, где были описаны образования правой почки, расцененных как босняк 3,4,41 мм в наибольшем измерении, и структурные изменения средней трети правого мочеточника с абтурацией просвета, подозрения на уротелиальный рак. Пациент был направлен на биопсию, которая, к сожалению, ничего не показала. Была выполнена уротерапиелоскопия, взято немного материала, которое показало реактивное воспаление. По данным компьютерной томографии грудной клетки без каких-то метастических поражений. В общих клинических анализах у пациента был легкий лейкоцитоз, креатинин 105 и скорость клубочковой фильтрации 61. Пациент был проведен консилиум в условиях нашего центра и было проведено хирургическое лечение в объеме нефоруретеректомии открытым способом. Из сопутствующей патологии у пациента компенсированная гипертоническая болезнь, принимает антигипертонизмные препараты. Пациент курильщик со стажем курит более 45 лет пачку сигарет в сутки. В первоначальном исследовании индекс массы тела был 30, имелось наличие лишнего веса, артериальное давление и пульс были в норнах. В одном из обзоров сообщалось, что 24 пациента с такой патологией были курильщиками и с повышенной массой тела. Пациенту была выполнена правосторонняя радикальная нефротерактомия с трансуретральной резекцией устья мочеточника. Было получено два гистологических заключения. Это инфильтрирующая уротелиальная карцинома правого мочеточника с врастанием мышечной оболочки без ее прорастания и светлоклеточная карцинома правой почки. Пациенту был выставлен диагноз и на какое-то время пациент отправился на динамическое наблюдение. Что касается подхода к лечению, то радикальная нефротерактомия стур-мочевого пузыря чаще всего бывает излечивающая, особенно при опухолях низкой степени злокачественности. Это также взято из литературных источников. Также рядом авторам было показано, что у пациентов с ЗНО лоханки или мочеточника можно и нужно выполнить эндоскопические непровенно сохраняющие методы лечения. Однако на тот момент технически в наших условиях можно было выполнить только открытое вмешательство. Также по данным авторов стратегия лечения этих двух видов рака в общей популяции такая же, как и по отдельности. То есть предпочтение остается за хирургическим вариантом лечения. На 2022 год мы начали активно сотрудничать с программой «Русско» и удалось отправить на мутации этот необычный случай. К сожалению или к счастью мутации обнаружено не было ни в ПДЛ, ни в ДЖФР статусе. Прошу прощения, у меня не получилось взять гистологические протоколы по техническим причинам с нашим морфологом и подобрали похожие гистологические сканы из открытых источников. Пациент через несколько месяцев пришел на контрольный прием, было обнаружено образование задней стенки мучевого пузыря примерно 10 мм по компьютерной томографии без метастазов. К сожалению, эту операцию трансритральную резекцию не удалось провести у нас в центре по маршрутным причинам. Он ее делал в другом урологическом стационаре. Гистологически после трансритральной резекции мы получили инфинкративную уротелиальную карциному закалированного почему-то мочеточника, хоть и делалась операция трансритральная резекция мочевого пузыря. Мышечная оболочка была интактна. По данным также корейских авторов Луи Джуана вероятность возникновения вторичного поражения мочевого пузыря в 10 раз выше после первичного ЗНО верхних мочевых путей. Пациент был отправлен дальше под наблюдение, приходил к нам с результатами компьютерной томографии и с августа 2023 года стал появляться лимфоузел в правой общей подвздошной группе. Пациенту делалась с интервалом в 3 месяца компьютерная томография для оценки роста этого лимфоузла и в итоге на момент 12 октября 2023 года лимфоузел увеличился в размерах почти в 2 раза прирост был на 120%. Креатин составлял 117 микромоль на литр, что в принципе характерно для пациента с одной почкой. Выполнение биопсии под узи-контролем было сопряжено с высоким риском кровотечения. В принципе это тоже ожидаемо из-за его расположения. На консилиуме пациенту предложили два варианта тактики. Это хирургическое удаление лимфоузлов и проведение лучевой терапии. Пациент от хирургического варианта отказался и настроен был лечиться по месту жительства в другой больнице в другом онкодиспансере нашего города. Потому что территориально туда ему было удобнее приезжать. Пациенту было проведено курс конформной лучевой терапии. Немного предоставлю материалы, с которыми любезно поделились коллеги-радиологи с оконтуриванием. Кибернож пациенту также предлагался, но кибернож возможен только в условиях нашего центра. Пациент был настроен лечиться у себя дома в своем городе. Поэтому пришлось отдать его радиотерапевтам для проведения конформной лучевой терапии. На нынешнее время пациент наблюдается. Очередные контрольные обследования будут в феврале 2024 года. Пациент чувствует себя хорошо, никаких нежелательных явлений не отмечает. Благодарю за внимание. Первый вопрос, почему лучевая терапия, почему не химиотерапия? Порешали, что один очаг можем пролечить более локальным способом, хирургическим или лучевым. Побоялись давать сразу курс химиотерапии. Так, давайте тогда разбираться. Вы расцениваете этот очаг как что? Диагноз у вас как будет звучать? Что это метастаз? Прогрессирование, метастическое поражение лимфоузла. А при метастатическом поражении лимфоузла согласно существующим рекомендациям? Химиотерапия, да. Хотелось как-то пролечить локально, чтобы отложить на потом лекарственное лечение. Но вы знаете, пациенты с меньшей опухолевой нагрузкой и с меньшим распространением опухоли прекрасно отвечают на химиотерапию гораздо лучшим эффектом и более длительно отвечают на поддерживающую терапию лимфоузла. А вот пациенты с диссимилированным опухолевым процессом все-таки чуть хуже. Поэтому я не совсем согласна с тактикой локального лечения метастатического поражения. И при ротелиальном раке потом может не быть. Да, все ваши доводы я поняла. И еще вопрос с августа 2023 года был пациент без лечения. Я там даты проверяла. Возможно вот сейчас даты верные а тот что отправляла там были с опечатками. Понятно. Спасибо большое. Сейчас даты я сверила все. Наталья Дмитриевна а биопсию чего вы делали? У вас есть подозрение на кистозно-солидное образование Босняк-4. У вас есть подозрение на образование лоханки. Вы делаете перкутанную трепан-биопсию. Правильно? Нет. Мы делали уротера пиела скопию с попыткой биопсии опухоли мочеточника. Мне показалось что сначала была неинформативная биопсия это имелось перкутанная. Вот она и была неинформативная. Она была. Каждый рак верхних мочевых путей питаетесь перкутанно. Нет. Этот пациент к нам пришел не от онкологов и социологов а от урологов. У них как я поняла это такая более частая практика. Понятно. Что мы такое не делаем и на консилиум пациентам не рекомендуем. Хорошо. А нефроортеректомия была уже у вас выполнена? Нефроортеректомия у нас была. Сколько лимфатических узлов было удалено? Ой, тут я не могу сказать. Не могу ответить. Ну, вы же стадировали то есть Н0 ПН0 количество не уточнялось. Нет, не могу что-то. А вообще лимфодисекция была? Тоже не могу уточнить. Ну, у меня на самом деле больше нет вопросов Наталья Дмитриевна. У меня на самом деле тоже больше нет вопросов. Поэтому, Наталья Дмитриевна, спасибо. Спасибо. И мы возвращаемся к Дарье Дмитриевне, с которой должны были начать со своей презентации. Наверное, сейчас нам ее продемонстрирует Кадырова Дарья Дмитриевна. Еще раз представлю город Красноярск. Хочу вашему вниманию предоставить опыт лечения пациента с метастатическим раком мочевого пузыря, который прошел в нашем диспансере 5 линий терапии. Как мы с вами знаем, рак мочевого пузыря является одним из самых распространенных заболеваний, онкологических заболеваний в мире, которые имеют большую склонность к рецидивированию и прогрессированию. Распространенность рака мочевого пузыря в России составляет 80,3 на 100 тысяч населения. При этом прирост заболеваемости за последние 10 лет составляет около 11%. Средний возраст пациентов при установлении диагноза 60,67,8 лет, а на 4-й стадии заболевания верифицировано практически в 9% случаев. В Красноярском крае на учете за 2022 год состоит 380 пациентов, при этом верифицированных пациентов на 1-й стадии заболевания практически большая часть это 55%, и эти данные сопоставимы с данными Российской Федерации и Сибирского Федерального округа. А вот 4-я стадия у нас показатель по сравнению с общероссийским показателем немного ниже составляет практически 8%. Итак, пациент-мужчина 67 лет на момент дебюта заболевания обратился в Красноярский онкологический диспансер с жалобами на примесь крови в моче, учащенное мочеиспускание. При обследовании в мочевом пузыре по данным цитоскопии УЗИ мочевого пузыря была выявлена опухоль в области устья левого мочеточника до 7 см. пациенту была выполнена операция в объеме резекции мочевого пузыря суротера цистон и анастомоза и при гистологическом заключении было выявлено переходно-клеточная карцинома Грейт-2 с инвазией в слизистый слой при этом мышечный слой был интактный. Пациенту соответственно была проведена внутрипузырная химиотерапия препаратом метамицин в течение 8 курсов. С мая 2018 года по август 2021 год было проведено диспансерное наблюдение согласно всем рекомендациям проводилась цистоскопия МРТ малого таза ультразвуковая диагностика внутренних органов и данных за прогрессирование либо рецидив заболевания не было выявлено. В сентябре на контрольном осмотре в сентябре 2021 года на контрольном осмотре по данным УЗИ малого таза выявлено лимфоденопатия подвздошных лимфоузлов практически до 3 см. По данным цистоскопии признаков рецидивирования не было выявлено. А вот по данным компьютерного исследования выявлено множественные забрешенные лимфоузлы до 1,5 см. И лимфоузлы общей подвздошной группы до чуть более 1 см. Учитывая длительность динамического наблюдения от момента верификации заболевания пациента была выполнена лапароскопическая биопсия подвздошных лимфоузлов, где гистологически было выявлено метастатическое поражение переходно-клеточным раком. Как нам говорят клинические рекомендации, рекомендуют проведение в первой линии при метастатическом раке мочевого пузыря химиотерапию препаратами гемцитабин и цисплатин. Учитывая критерия Гальского у нас в данной терапии не было противопоказаний по всем пунктам. И с декабря 2021 года по февраль 2022 года пациенту было проведено три курса лечения по схеме гемцитабин и цисплатин. Из нежелательных реакций на фоне терапии у пациента было зарегистрировано тромбоцитопения Грейт-2, анемия Грейт-0 и астенический синдром. На момент окончания курса лечения ЭКОК у пациента равен был единицы. При контрольном компьютерном исследовании выявлено увеличение ранее выявленных лимфоузлов и согласно критериям РИЦИСТ, как мы с вами видим, увеличение суммы таргетных очагов практически на 61%. Во второй линии терапии в марте 2022 года была назначена терапия от изолизумаба 1200 мг каждые три недели. И наш пациент прошел 8 курсов данной терапии. Состояние пациента на фоне иммунотерапии значительно улучшилось, практически жалобы он не предъявлял. Из нежелательных реакций сохранялся только астенический синдром легкой степени, но на окончании курса иммунотерапии у пациента появились жалобы на одышку при минимальной физической нагрузке, малопродуктивный кашель, статус ЭКОК у пациента начал ухудшаться и стал равен единице. И при рентгенологическом уже исследовании мы увидели распространение заполеваний в виде множественного поражения метастатических в лимфоузлы и также увеличение метастатических в легкие и увеличение забрешенных подвздошных лимфоузлов до 2,5 см. А также был выявлен новый очаг в толще левой прямой мышцы живота до 4,5 см. И по критериям Рецеста было зарегистрировано прогрессирование. В связи с этим пациент обратился самостоятельно в медицинкологию Миноблохина, где в третьей линии пациенту было рекомендовано проведение лечения по клетокселам. К этим рекомендациям мы прислушались и с октября 2022 года провели два курса лечения. Но, к сожалению, данный вид лечения пациент очень тяжело переносил. Из нежелательных реакций был астенический синдром фактически до Грейт-2, диарея и тошнота. И к моменту проведения второго курса, во время проведения второго курса, появились жалобы на выраженные боли в костях таза, на боли в тазобедренном суставе, с левой стороны трудности в передвижении. Пациент начал пользоваться тростью для того, чтобы облегчить передвижение. И пациент ухудшился до 2. При рентгенологическом исследовании по данным компьютерной томографии и МРТ малого таза было выявлено увеличение лимфоузлов, увеличение очагов, которые располагались в легких, и появление нового очага, это костная система, была кость и таза с левой стороны. Согласно критериям Рецист, ввиду увеличения ранее таргетных очагов, плюс появление новых очагов, была зарегистрирована как прогрессирование болезни. В январе 2023 года пациенту проведен курс палеотивной лучевой терапии на область метастатического поражения в костей и тазах. И во время проведения иммунотерапии пациент был направлен на исследование мутации, но результат пришел немного позже, чем мы начали проводить на тот момент третью линию терапию, где была как раз таки выявлена мутация слияния FGFR3. С февраля 2023 года начата четвертая линия терапии препаратом РДФТИНИП 8 мг каждые 3 недели. Данный вид лечения пациент достаточно неплохо переносил. Были, конечно, зарегистрированы нежелательные реакции в виде кожной сыпи ГРЭЙТ-1, гиперфосфат и МЕГРЭЙТ-1 и у них адистрофия пальцев кистей и стоп. Состояние пациента по сравнению с перенесенной химиотерапией улучшилось. ЭКОК пациента поднялся. По данным рентгенологического исследования в мае 2023 года после трех курсов лечения РДФТИНИБом мы видим уменьшение метастатического поражения как лимфатической системы, так и метастазов, которые располагались в легких. Метастазы в костях таза уже было нарастание склеротического компонента, уменьшение метастатического процесса в толще левой прямой мышцы живота. И согласно критериям РЕЦИСТ был достигнут частичный ответ уменьшения на 48%. Соответственно при достижении такого ответа пациенту была продолжена терапия спая по сентябрь 2023 года в дозировке 8 мг. За время периода у нас подсоединились новые нежелательные реакции в виде снижения остроты зрения, но пациент регулярно проходит офтальмологическое исследование, более серьезных каких-то нежелательных реакций не было выявлено. За время проведения лечения с февраля по сентябрь уровень как фосфора, так и кальция находится чуть выше пределах нормы, то есть это как раз-таки грейт-1. Почему мы дозу эрдофетиниба и не добавляли более 8 мг, потому что при попытке увеличить дозу до 9, резко подскакивал уровень фосфора в крови. В августе 2023 года пациенту был проведен контроль рентгенологический, по которому к сожалению выявлена была уже прогрессия заболевания, увеличение очагов в легких, в лимфоузлах и впервые был выявлен очаг в четвертом сегменте печени до 3 сантиметров. В сентябре 2023 года была проведена трепан-биопсия образования в печени, гистологически был подтвержден метастатический процесс уроталиальным раком. И в пятой линии пациент уже самостоятельно обратился за рубеж, где он приобрел препарат инфартумаб. И с ноября по сегодняшний момент пациент получает данный вид лечения каждые 4 недели. Пациент сейчас проходит третий курс терапии, он его еще заканчивает. из нежелательных реакций фактически не было зарегистрировано. Единственная была экстравазация препарата, с чем была установлена подкожная портсистема. Ну и радиологический контроль у нас пока в плане дообследования он еще, к сожалению, не проведен, поэтому предоставить результаты данного метода лечения я на данном этапе не могу. Если оценивать общую выживаемость, учитывая все-таки, что это метастатический уроталиальный рак, пациент его общая выживаемость составила практически 68 месяцев. Это чуть меньше 5 лет и это достаточно хороший результат. Какие выводы бы я хотела сделать, что все в принципе пациенты с метастатическим раком мочевого пузыря являются сложной когорта пациентов, требующей индивидуальный подход к назначению лекарственной терапии. Решение вопроса о таком лечении должно осуществаться коллегиально на врачебных консилиумах. Для того, чтобы правильно оценить динамику, необходимо опираться на критерии рецисты, по нежелательным реакциям на критерии CTC АЕ5-й версии. И основное проведение молекулярно-генетического исследования является сейчас важным и неотъемлемой частью нашей работы в диагностике и лечении наших онкологических пациентов. Спасибо большое, Дарья Дмитриевна. Интересный случай. Ирина Мусайевна. Спасибо, Дарья Дмитриевна. Ирина Мусайевна всегда нам бразор бросает. Сергей Александрович. Дарья Дмитриевна, я бы старую сейчас скажите, пожалуйста, несколько вопросов. Почему делали резекцию пузыря? Изначально шли на трансуретральную резекцию, но во время операции началось профузное кровотечение, которое помешало, в принципе, дальнейшему обзору во время оперативного лечения и решили все-таки сделать статонин. Так, теперь неуротерацистаностомоз. Стенд ставили? Стоял. Как на фоне стенда проводили натрапузерную химиотерапию? Ну, неплохо, я вам скажу. Но каких-то осложнений в принципе не было. А так пилонефрита вы не боялись индийским препаратом метамицин, насколько я понимаю? Ну, он достаточно неплохо переносит. Вот сколько я видела пациентов, которым проводили внутрипузерную химиотерапию метамицином, ну, практически каких-то вот атак пилонефрита либо воспалительных процессов в самом мочевом пузыре, но их было минимальное количество. извините, часто проводили внутрипузырную терапию на фоне персистенции стента? Нет, не часто. Я в общем говорю. В общем, мы знаем, да. Поэтому я спрашиваю, поскольку стент является относительным противопоказанием для проведения внутрипузырной химиотерапии, поэтому я спрашиваю. Ваш пациент, да? На то оно и относительно. Если сопоставлять риски и, возможно, все-таки пользу внутрипузырной химиотерапии, учитывая еще большой размер опухоли, вполне могло носить высокорецидивирующее течение, поэтому проведение внутрипузырной химиотерапии, я считаю, в данном случае достаточно оправданным. Хорошо, спасибо. Следующий у меня вопрос. Вообще, мне понравился очень случай 4 линии терапии. В России редко пациенты, которые либо под программу попадали, либо те, которые сейчас могут себе позволить. Тем не менее, здорово. У наших пациентов появилось дополнительное возможность. Что такое анемия great 0? Это гемоглобин в более 100, но меньше нормы. Вот согласно выводах, представленных вами CTC версии 5, great 1 это снижение гемоглобина ниже 120. Ниже 120, great 1 возможно. Первое, что там есть, это табличка анемия анемия, CTCAE. Это просто так, из вредности. Пересмотрю еще раз. Теперь следующий вопрос. У меня не вопрос, а пожелание. Очень интересное наблюдение в плане уменьшения метастазов, увеличения метастазов. Правда, интересно. Пожалуйста, для следующей наглядности, если представлять этот клинический случай, сделайте было-стало. Хорошо. Например, особенно метастазов легких, но очень показательно, как они на артефетинибе редуцировались. Ладно? Прямо как бы стало, очень здорово. Или печень, где не было, и где стало, здорово. Мне понравилось. У меня больше нет вопросов. Мне клинический случай был очень интересен. Спасибо большое. Последний вопрос, Ирина Мусаевна, ваш. У меня, на самом деле, напротив многих выступающих стоит, потому что вот это отражение динамики на фоне лечения, особенно, когда там много линий терапии проводится, это важно. На самом деле, это и качество представления клинического случая. И у меня тоже этот вопрос был записан. Что касается стенда, понятно, что с опаской мы тоже вводим ВСЖ, потому что вопрос иногда стоит о цистектомии, если это рак мочевого пузыря высокого или очень высокого риска, или рискнуть, объяснить пациенту, что мы можем попытаться сохранить мочевой пузырь, проводя внутрипузырную терапию, и все-таки идем на этот шаг, естественно, переживая и зная все последствия, которые могут быть, но у нас есть тоже такие пациенты. Тут, в общем-то, такое неоднозначное решение я понимаю. Дарья Дмитриевна, я не так давно, осенью, в конце прошлого года приезжал в Красноярск, и сессия по онкоурологии, которая проходила, удивила меня тем, что были озвучены данные по Красноярскому краю, онкологические показатели, частота встречаемости, какие стадии встречаются, и у меня удивила очень цифра, какая-то такая, просто очень большая, я на скидку не вспомню, но она очень большая, случая с неизвестной стадией клинической, дальше уже идет патоморфологическая, а вот клиническая стадия не представлена, и у вас, я тоже в вашем случае не увидел, такая изначально клиническая стадия была выставлена пациенту, пациенту. Клиническая стадия, здесь тяжело... Т1, инситу, ТА, или Т2, что бы... Т1, и она подтвердилась, и патоморфологически Т1. Т1, N0, G, grade... Т1, N0, M0, grade 2. Grade 2. То есть, была такая же стадия, которая потом при резекции мочевого пузыря подтвердилась. Я момент пропустил, а мочевой пузырь-то в итоге так и не был удален, да? Нет, только резекция была проведена. Он спрогрессировал при резекции. Понятно. Спасибо. Да, у меня тоже все вопросы. У меня небольшой вопрос есть, Сергей Александрович. Да, конечно. Да, у меня такие больше практические вопросы по поводу вот критерий Гальского. Действительно ли всем пациентам в рутинной практике применяется там аудиограмма и консультация лора или кого бы то ни было для определения противопоказаний? Консультацию лора мы, конечно, не у каждого пациента запрашиваем, потому что по большей степени, допустим, тугоухость можно оценить и на прием, если пациент хорошо слышит. А не переспрашивая через каждый раз, то явно у него стадия меньше, чем вторая. То есть в рутинной практике не применяется, верно? Не у каждого. Не у каждого пациента. Понял. Спасибо за ответ. И еще один маленький вопрос по поводу гиперфосфатомии. Клинически, если я правильно понял, у пациента это никак не проявляется, верно? Ничем абсолютно. Проявления не было. Проявления, да. Интересный, да. Очень случай. Спасибо вам за ответ. Вам спасибо за вопрос. Мы скоро с вами научимся лечить правильно тетруя дозы препарата, используя концентрацию асфата. Я надеюсь, скоро в нашей клинической практике это тоже будет. Да, тоже заметили, да, что вот предыдущий случай, этот случай, разброс, там на одном миллиграмме такой длительный хороший эффект, а здесь на скольки? Девяти вроде бы, да, Дарья Дмитриевна, прозвучало. Максимально 1,9, 1,95 наномоль. А, 1? У нас было повышение в самом начале, когда на 9 миллиграмм хотели, вернее, добавили дозировку на 9 миллиграмм, там было больше, но решили сразу снизить. Нет, 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 я про дозировку эрдофикиниба. 8 миллиграмм. 8, да? Стабильно 8. И продолжительность ответа сколько? 6-7 месяцев, да? 6-7 месяцев. Ну, почти 9. Ага. Дарья Дмитриевна, позвольте, я вопрос из чата зачитаю. Не очень поняла его, но, может быть, вы поймете. А в чем именно заключается индивидуальность подхода к лечению когорты больных раком мочевого пузыря? Обследование и препараты стандартны в соответствии с клиническими рекомендациями. Ну, и еще один вопрос. Предлагалось ли пациенту выполнение радикальной цистектамины? Пациенту нет, не предлагалось. Я ко второму вопросу цистектомия. Показания брать, что есть единичная опухоль в 7 сантиметров и делать цистектомию, я считаю, нецелесообразным. Тем более нет мышечной инвазии. Идти на такую масштабную операцию, достаточно усугубляющая качество жизни, не имело, наверное, смысла. а в плане индивидуальности это вообще в принципе относится к любому, мне кажется, онкологическому заболеванию, потому что да, здесь можно сказать, что-то есть шаблонное согласно клиническим рекомендациям, химиотерапию, иммунотерапию проводили дальше к химиотерапии, возвращались, но не все возможности есть, ну, не у всех есть возможности проведения той же иммунотерапии. У некоторых кто-то назначает там во второй линии также химиотерапию, тем же в инфлунином, если видят прогрессирование, поэтому нужно исходить опять же из сопутствующих заболеваний пациента, возможно проведение той же иммунотерапии, либо невозможно, поэтому учитываясь абсолютно все аспекты соматического статуса сопутствующих болезней, это и есть индивидуальный подход каждому пациенту. Я с вами абсолютно согласна, я не поняла вопрос, я вам сказала сразу, в чем заключается индивидуальность подхода к лечению когорты больных рака мочевого пузыря. Индивидуальность подхода к когорты лечения быть не может, индивидуальность может быть в лечении только конкретных пациентов. Мне кажется, что пациент пролечен достаточно грамотно и использованы все возможные линии. А где вы вообще это читаете, Ирина Мусавина? Вот у меня в чате только смайлик от Натальи Дмитриевны звездочками в глазах и все, больше ничего. Меня отключает. У вас, видимо, звездочки в глазах, Сергей Александрович, поэтому мне больше ничего не надо. Ну, в принципе, да. Интересный случай. Единственное, я не совсем согласен с первичной как бы тактикой, да, 7 сантиметров это, простите, пол мочевого пузыря. Если делать его открытую резекцию, там, ну, там профузное кровотечение и вы все-таки перешли на конверсию, на открытую операцию, такая опухоль, занимающая пол мочевого пузыря, ну, даже если уридицировать, что там останется от мочевого пузыря, не знаю, я никаких проблем не вижу в цистектомии в данном случае, тем более, если пациент предупрежден об этом, что ему это или сейчас, или потом когда-то предстоит. Ладно, много вопросов, от этого, наверное, случая становится еще краше. Спасибо большое. Дальше мы предоставляем слово Ланде Семенову Александровичу, город Мурманск, его клинический случай. Ваше внимание предоставляет клинический случай по поводу рака мочевого пузыря от поверхностного до метастатического. Значит, рак мочевого пузыря входит в десятку наиболее распространенных в мире онкологических заболеваний. По статистике, по всему миру мужчины занимают седьмое место, женщины – семнадцатые. В России на 2022 по статистике мужчины – девятое место, женщины – семнадцатые. Клинический и уртолиальный рак можно разделить на три категории. Это не мышечно-инвазивные опухоли, мышечно-инвазивные уртолиальные кортиномы и неоперабельные местораспространенные диссиминированные формы заболевания. Значит, представляется клинический случай молодой пациентки с 48 лет, которая впервые стала наблюдать эпизод гематурии с июня 2020 года. Тогда была в июле выполнена трансфератеральная резекция мочевого пузыря с однократным введением химиопрепарата. По результатам гистологического исследования была выявлена уртолиальная кортинома мочевого пузыря с инвазией в силу патериальную соединительную ткань высокодифференцированную. Отдельно был взят фрагмент дитрузера, где не было обнаружено признаков опухолевого роста. Поэтому, ссылаясь на имеющиеся клинические рекомендации, пациентка была отнесена к низкой группе о дальнейшем наблюдении в последующей цистокомии через 3 месяца. Значит, при очередной плановой цистокомии был выявлен рецидив опухоли, из-за чего выполнена повторно трансфератеральная резекция мочевого пузыря единым блоком. Нужно было это для более тщательного гистологического исследования, которое нам помогло увидеть то кортинома мочевого пузыря с инвазией в поверхностные слои до мышечного слоя, но без непосредственного инвазия в мышечный слой. Но уже здесь мы видим, что дифференцировка опухоли становится ниже, пациентка стала умеренно дифференцированной. И на данном этапе лечения пациентка пересплатила в более высокую группу риска рецидива, в связи с тем назначен был инвекционный курс одевантной инвентрикузырной иммунотерапии на БЦЖ в дозе 100 мг 1 раз в неделю в течение 6 недель. После проведения иммунотерапии также повторно выполнена цистископия, где было выявлен риск диффобразования уже в области устья правом очисточника. Тогда также повторно была выполнена трансфортеральная резекция. По результатам также уротериальная карцинома с инвазией под слизистый слой. Ссылаясь на все клинические рекомендации, которые мы имеем, был проведен разговор с пациенткой и учитывая отсутствие эффекта от проводимой БЦЖ терапии, пациентке было предложено выполнение радикальной цистиктамили. Учитывая мнение, желание пациента ссылаясь на снижение качества инвалидизации после данного хирургического лечения, она отказалась. В качестве альтернативного лечения мы предлагали химио-лучевую терапию, от которой она также отказалась. Осталось осмотреть альтернативную терапию внутрипузырную. Тогда пациентке был предложен на ее страх и риск внутрипузырную терапию доксорубицином в дозе 50 мг один раз в неделю в течение 6 недель. По истечению данной терапии повторно опять же выполнена цистоскопия. Там уже картина была, что выявлены два образования крупного арсинкции до 3 см. Также в режиме НДА был полностью осмотрен весь метровой пузырь. Выявлены множественные участки патологического освещения по типу карцинома инситу. По данным МРТ выявлено, что эти два образования имеют инвазию в мышцей стенки полностью, включая паравизикальную плетянку. Тогда уже прогрессирование заболевания пациентки предложено три курса новодеванной химиотерапии. По прохождению трех курсов по химиотерапии мы видим, что по данным МРТ остается также инфильтрация стенки мучевого пузыря распространения на мышц на стенку вплоть до паравизикальной клетчатки. Имеющий тогда измененный подвздошный лимфул остается на такого же размера. Полного ответа на химиотерапию мы не достигли, поэтому дальнейшие курсы не проводились. И тогда пациентке была выполнена протокопическая артестектомия, суратерокутанаостомия и расширенная лимфоденоктомия. По результатам гистологического исследования мы получили уротуляренную карцинолу мучевого пузыря с инвазием в поверхностный мышечный слой, значит, с отсутствием признаков какого-то дальнейшего распространения. По данным иммуногистохимического исследования экспрессия ПДЛ была меньше 1%, и также было выполнено генетическое исследование и мутации в генах ВДФР тоже не было выявлено. В послеоперационном периоде он протекал без осложнения, применяя тактику fast-track rehabilitation с программами air rehabilitation пациентка была выписана на седьмые сутки после операции в удовлетворительном состоянии под дальнейшее динамическое наблюдение. В дальнейшем пациентка наблюдалась и по данным компьютерной томографии в ноябре 22-го года было выявлено поражение правой доли легкого. Учисовое наличие естественного единиц этого метастаза без какого-то диссеминированного распространения была выполнена операция по поводу торокоскопии справа и средней лоботомии с лимфодисекцией. По результатам гистологии, гистохимические и фенотип опухоли они соответствовали мурутериальной карциномии. В дальнейшем пациентка на данный момент находится под динамическим наблюдением. на конец 23-го года признаков прогрессирования основного заболевания выводено не было. Ежемесячно по условиям гневного стационара пациентки выполняются замены амтерокутановым стомм. На снижение качества жизни от пациента отмечают как умеренно. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Семен Александрович. А вот я сейчас начну, Ирина Мусаевна. Я думаю, я джентльмен, пропускаю дам вперед, а оказывается я на танки их бросаю. Хорошо, ладно, тогда я позадаю каверзных вопросов. Ну, Семен Александрович, начнем с того, что мне, прочитав клинический случай, который вы прислали, выложили на сайте, мне показалось, что как-то слишком коротко, но в принципе в презентации вы суть событий сумели отразить. Да, это хорошо. Несколько более раскрыто. Да, 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 потому что я сначала подумал, что вопросов больше, чем текстом написано в клиническом случае. На самом деле случай довольно показательный в том смысле, что вот мне тут прислали один вопрос, да, организаторы, по поводу цистектомии на стадии немышечно-инвазивного процесса. В ряде случаев, а это в жизни встречается, это даже не вопрос, наверное, больше, а какой-то комментарий к этому предшествующему и еще каким-то другим случаям. В ряде случаев больного и спасти-то можно, только выполнив цистектомию на немышечно-инвазивном этапе, например, при прогрессировании и рецидиве после проведения внутрипузырной БЦЖ-терапии или при опухоли, занимающей половину мочевого пузыря, потому что не получится немышечно-инвазивный процесс, даже если он немышечно-инвазивный, пролечить так, как будто вот он немышечно-инвазивный. Он уже не совсем немышечно-инвазивный, он очень высокого риска, как минимум, где цистектомия является первоочередной опцией. Это так, комментарий, просто в плане тактики. Я понял, что вы объяснили, что после рецидива, при рецидиве после БЦЖ-терапии пациент отказался от цистектомии, ну а потом, когда Т3 уже местно-распространенный процесс, да, неодевантная терапия, да, в итоге ПТ2, но мы все понимаем, что этот больной очень скоро прогрессирует. Были исследования, которые выполнение цистектомии при первичном выявленном мышечно-инвазивном процессе несет около 10-15% мутации ИСС-2, а при прогрессировании после лечения немышечно-инвазивного процесса это уже до 60%, это уже совсем другой прогноз. Ну вот такие вот комментарии по поводу нескольких продемонстрированных случаев. Вопросы к вам, Семен Александрович. Почему уротеракутанустомы? Я никогда не поверю, что качество жизни у больного, вот как вы пишете, качество жизни хорошее, все счастливые, она меняет уротеракутанустомы, там, вот с чем связано такой вывода? Связан выбор уротеракутанустомы изначально был, потому что данные МРТ, которые мы получили предварительно перед тем, как лина хирургическое лечение, было то, что есть распространение на паровизикальную клетчатку, есть измененные изначально подвздосные лимфоузлы. Мы хотели после оперативного лечения данного выявить, что у нас не будет пораженных более двух лимфатических узлов, что у нас не будет распространенности процесса, которая в дальнейшем при согласии пациентки позволит нам выполнить какую-то реконструктивную операцию, но сразу на нее мы не пошли. Чем или у кондуит мешает проведению лучевой или там химиотерапии второй линии, учитывая платинасодержащую терапию, которая уже была проведена? Вот рецидентная инфекция будет мешать? Вот, да, я собственно об этом, да, что периодические проблемы, возникающие при уротерокутанустомах, они в большей степени будут мешать, ну или кондуит. Мне так кажется, я ни одного пациента не встречал с уротерокутанустомой, который бы говорил, какая у меня хорошая счастливая жизнь, а с кондуитом большинство таких. Еще вопрос, а вы всем при Т2 определяете мутации в GFR? Нет, не всем. Здесь пациентка, которая быстро прогрессировала, и нужно было определиться, что после третьего курса химиотерапии, как такового, ответа на лечение мы не достигли, поэтому были определены мутации, возможно, для дальнейших более таргетной терапии. Но если я правильно помню, в презентации в тексте было определение мутации после цистектомии, когда она еще была относительно неплохо. условно, да, когда мы только выявили мышечный инвазивный рак, и тогда определили мутацию. То есть такое это исключительный случай, не то, что всем делаете цистектомию, потом сразу материал отправляете на мутацию, на определение мутации ФГФР. ФГФР не всем. К сожалению, нет. Я думаю, может, я что-то пропустил. Тут столько сегодня презентаций про ФГФР, два, три мутации, там, наверное, какая-то тенденция идет в онкорологии в стране. Ирина Мусайна, накопилась? Да. Семен Александрович, ну, во-первых, попробуйте с вами не согласиться. Начнем сначала. Я до рецидива уже не знаю. Что ты все-таки рак мучевого пузыря Т1 не может относиться к группе благоприятного прогноза? Мы сказали, что в соответствии с клиническими рекомендациями пациент относится к группе Т1, поэтому у него однократное введение химиопрепаратов. Значит, Т1 это никак неблагоприятный прогноз болезни. Далее. При стадии Т1 опухоли, согласно по данным гистологического исследования после ТОР, все-таки есть показания для операции Second Look. Через месяц, который еще один следующий вопрос прослушала, может быть, после, был неодюван, потом цистектомия. Все правильно я говорю? Да, все правильно. Скажите, пожалуйста, а степень лекарственного патоморфоза оценивалась в гистологическом исследовании? Значит, если начинать с конца, степень лекарственного патоморфоза не оценивалась, оценивалась только МРТ-диагностика в плане того, что не было увеличения в дальнейшем по МРТ лимфоузов после химиотерапии, но и самих непосредственных гистологический не было. Гистологический же надо было написать? Гистологический материал был только после цистектомии. Во время химиотерапии именно системной дополнительной транспортальной инжекции для биопсии не проводилась. Подождите, я все прослушала. У пациента рецидировала опухоль мчего пузыря. Вы сделали цистектомию. Все проверено? Да. Перед цистектомией был неодюван? Был. Три курса химиотерапии. Правильно. Вы же удалили мчего пузыря? Там же определяется и после любого лекарственного воздействия гистологически определяется степень лекарственного патоморфоза. Наши гистологи никак не описывали степень патоморфоза. Так. Теперь вот это образование в легком, которое вы нам демонстрировали, его тоже удалили? Да, сделали лобоктомию. Так. Там нашли метастаз уротилиального рака. Да. Все верно. Так. Сейчас какой-то лекарственной терапии после этой операции пациентка получает? Нет. На данном этапе пациентка не получает никакой лекарственной терапии. Она только динамически наблюдается под активными наблюдениями. Я поняла я поняла о тактике, а теперь скажите мне ваше собственное мнение. Вы считаете, что это не ситуация для адювантной терапии неволумабом? Пациентка рассматривалась на лекарственную терапию неволумабом. С ней было оговорено это, но учитывая различные побочные эффекты от данного лекарственного препарата, пациентка пока больше согласилась под динамическое наблюдение раз в три месяца делать тампиозерную томографию в лобаде. Вы знаете, какое преимущество у пациентов, которые получили антибиотерапию? Я понимаю преимущество пациентки, тоже было оговорено, учитывая много хирургических вместительств, перенесенных химиотерапию для себя, она решила выбрать именно такую тактику. Понятно. Хорошо, я поняла. Елена Мусайна, у вас морфологи во всех случаях оценивают патоморфоз, ну то есть там степень патоморфоза ставят там как-то и вы как на это реагируете? Ну в плане, кроме того, что вы радуетесь, какие хорошие у вас патоморфологи, как это в плане прогноза пациента при уртолиальном раке? Ну там, я понимаю, стабилизация, частичный ответ, полный ответ, тут все понятно. С патоморфозом как? Ясню. Дело в том, что если в последующем пациентка спрогрессирует и возможно речь зайдет о реиндукции, допустим, химиотерапии будет выбор, или о иммунотерапии, то большую роль вот для меня лично сыграет ответ опухоли на первичное лечение. То есть последующее прогрессирование возможно приведет к тому, что допустим при патоморфозе полном, патоморфозе какой? Третьей степени, полушниковой, вы назначите снова цисплатину. Безусловно. Понятно. Спасибо. Тогда дальше переходим. Маккартычанов Семенович, Санкт-Петербург. Уважаемые коллеги, хотели бы предоставить в личных случаях лечения платино-резистентного рецидивного 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 рака. Как правило, по данным ретроспективных исследований, частота возникновения местных рецидивов после радикальной нефротеректомии варьирует от 5 до 32%. По данным Танака, большинство местных рецидивов возникает в первые три года после установки диагноза, после выполнения радикальной нефротеректомии. В случае развития рецидива стандартным лечения является проведение платино-резистентного платино-содержащей химиотерапии, основными препятствиями которых являются снижение функций почек, также первичная резистентность к препаратам платины. Код мужчины 52 лет в 2022 году было выполнено комбинированное лечение по поводу плоскоклеточного рака носоглотки Т3Н1М0. При контрольном обследовании было заподозрено новообразование правого мочеточника. В августе была выполнена повторная компьютерная томография, на которой было выявлено внутрепросветное образование нижней трети правого мочеточника. Данных за наличие вторичных очагов поражения лимфатических слов не было. При МРТ также визуализировалось объемное образование тазового отдела правого мочеточника размерами до полутора сантиметра без признаков увеличения забрюшенной клетчатки. Выполнены цископии от сентября 2022 года. Была выполнена также уртероскопия справа, была выполнена нефростомия справа, биопсия новообразования правого мочеточника, однократная инстилляция раствором допусрубицин. После всех этих манипуляций гистологически в материале определялись структуры уртериальной карциномы Грейт-2. По данным рака верхних мочевых путей высокого риска пациентам была выполнена лапароскопическая нефроуретеректомия справа с резекцией гуся правого мочеточника. Гистологически был выявлен неинвазивный популярный уртериальный рак с листьями мочеточника ТА-ДЖ-2. Края лирезекции без опухолевой ткани в удаленных лимфатических узлах в локачной клетке не были выявлены. По данным также современной литературы клинических в очередном контрольном контрольной цископии данных за наличие опухоли в мочевом пузыре выявлено не было. При контрольном МРТ от июня 2023 года определялось состояние после лапароскопической нефроуретеректомии справа была выявлена рецидивная опухоль в правом заднебоковом отделе таза с компрессией мочевого пузыря. При контрольной цископии от этого же месяца данных за злокаченный процесс в полости мочевого пузыря однако правая боковая стенка мочевого пузыря была поддавлена образованием извне. Учитывая вышеизложенное была выполнена трепант-биопсия данного образования через переднюю брюшную стенку под ультразвуковым контролем по данным которых была выявлена также уртралиальная карцинома G2. При дообследовании отдаленных очагов изменений выявлено не было. Также было принято решение выполнить иммуногистохимические исследования на экспрессию PD-L1 результат был отрицательный. При контрольном КТ от июня 2023 года данные за наличие оттальонных метастазов не выявлены. Был приведен онкоконсилиум было принято решение инициировать химиотерапию по схеме гемкарба. Пациент получил три курса химиотерапии по схеме гемкарба при очередном контрольном МРТ от августа 2023 года новообразования в правых отделах сохранялось. Была отрицательная динамика по сравнению с МР-данными от июня 2023 года в виде увеличения размеров на прирост порядка 22%, что по критериям прицист является прогрессированием. При этом также определялась инвазия образования в стенке мочевого пузыря и сегмовидной кишки. Учитывая это, также пациенту на дооперационном этапе была выполнена колоноскопия, по данным которой инфильтрации в просвет кишки в опухле не было. Учитывая данные ананезы и результаты лучевых методов исследования, пациенту было предложено хирургическое лечение в объеме экзентрации малого таза с формированием илеокондуита по брикеру в введением колостомы. В сентябре 2023 года была выполнена радикальная илеокондуита по брикеру. При этом илеокондуит был сформирован анастомоз между мочеточником и единственной оставшейся левой почкой. А также была выполнена обструктивная передняя резекция прямой кишки сегмостомия, так как само образование плотно врастало в прямую кишку. Мистологически был выявлен рецидив уротелиальной карциномии лоу-грейт правого мочеточника с прорастанием в пристательную железу, в мочевой пузырь и толстую кишку. Признаки регресса опухоли были выражены слабо. Трай-резекции кишки мочеточника были без опухолевой ткани. Был выстановлен окончательный диагноз уротелиальной карциномы правого мочеточника ТАН0М0G1 и проскопическая нефроротерактомия справа от ноября 2022 года, местный рецидив уротелиальной карциномы G2 от июня 2023 года, состояние после химиотерапии по схеме ГЕМКарба, прогрессия заболевания от августа, экзентрация малого таза с формированием илеокондуита по Брикеру клостомии от сентября 2023 года. При очередном контрольном исследовании данных за наличие местного или отдаленного рецидива не было выявлено. Учитывая данные клинические случаи, можно сделать выводы. Первое, что данные случаи описывают, насколько бывает агрессивным течение неинвазивного оротелиального рака даже с высокой дифференцировкой опухоли. Последующее лечение свидетельствует о неоднородности пациентов с данной патологией, в том числе о потребности в индивидуальном подходе к каждому и также в выборе агрессивной хирургической тактики. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Арсен Семенович. Ну, тут уж Ирина Мусаевна вам начинать. Арсен Семенович, спасибо большое. Мне понравилось очень клиническое наблюдение. По-прежнему не нравится сформулированный вами диагноз. Все-таки вот уротелиальная карцинома звучит диагноз. Уротелиальная рак, да? Я уротелия. Поэтому все-таки рак начиточника и так далее. Что я хотела, на что я хотела обратить внимание? А, вот видите, Сергей Исанович, есть же в гистологическом заключении признаки регресса опухоли. Оценили же? Нет, я не говорю, что это не нужно, и что наши морфологи этого не ставят. Я говорю, как это трактовать. Вот, например, ну, признаки регресса, ну, есть, ну, здорово, классно, хорошо. Единственное, на что бы я хотела обратить внимание, что все-таки патоморфологи считают, что после проведенного лечения степень дифференцировки опухоли оценивать неправильно. Они могут поставить ориентировочный грейд с учетом лекарственного патоморфоза. Но оценивать грейд опухоли, даже, например, степень градации по галлюсону после небольшого курса неодевантной гормональной терапии, вы знаете, неправильно, также и после химиотерапии оценивать грейд опухоли в ротериальную опухоль в данном случае тоже, на мой взгляд, не совсем верно. Но это вопрос к формулировке гистологического диагноза. У меня вопрос был в отношении дополнительного лечения. Большая распространенность опухоли, резистентная к платину, содержащим препаратам, как вы сказали. Но на самом деле чувствительность гемкарба, она вообще небольшая, не более 50%. Так тут еще верхние мочевые пути. Так вот, в плане адювантной терапии не был умабом. У меня такой же к вам вопрос. Не надо ли назначить адювантную терапию не был умабом? Я считаю, что... Спасибо большое за вопрос. Я считаю, что, учитывая как раз таки агрессивное течение, резистентность к платину, содержащим препаратам, пациенту абсолютно точно показана иммунотерапия как терапия второй линии. Это как бы не совсем терапия второй линии. Мы же сами лечим все-таки сейчас уже не метастатический процесс, правда? Поэтому да, в дювантном режиме мне кажется, что пациент нужен обязательно. Также, прошу прощения, что перебываю, также, учитывая то, что у пациента имеется отрицательная экспрессия PD-L рецепторов, я бы в большей степени предпочел терапию именно неволумабом. Но дело в том, что в дювантном режиме у нас с вами зарегистрировано только неволумаб, причем он зарегистрирован независимо от уровня экспрессии идей. Поэтому да, почему нет, я бы этому больному назначила неволумаб. Интересно, в дювантном режиме. Скажите, пожалуйста, а у кого-то из собравшихся никаких вопросов возникающих, усе поделиться собственным опытом. На мой взгляд, интересная ситуация, мало кто пойдет на такую экзентерацию при, казалось бы, рецидивной болезни. Ну, все равно мне все понравилось. Я вас поздравляю с успехом. У меня возник вопрос, Ирина Мусайна, в плане дискуссии, как вы говорите, а чем вам, собственно, не нравится уротериальный карцинома или уротериальный рак? Ну, вам слово уротериальный не нравится? А вот если у нас будет плоскоклеточный, да, или салькоматоидная дифференция? Но мы же с вами никогда не выносим гистологическую формулировку диагноза в, собственно, сформулированный окончательный диагноз. гистологическую формулировку. Мы же не пишем аденокарцинома предстательной железы. Мы пишем с вами рак предстательной железы в такой-то стадии. Или мы не пишем светлоклеточное карцинома почки в такой-то стадии. Вы не поверите. Пишем. Может быть, вы пишете? Почноклеточный рак запитая светлоклеточный вариант. Я специально читал клинические случаи по почной, но не специально для этого, а вообще в принципе их читал. и аденокарцинома тоже бывают других вариантов, что подчеркиваю, что это не протоковая форма. Клинический диагноз. Мы с вами можем сколько угодно дискутировать. Клинический диагноз подразумевает собой название болезни и болезнь какого органа. В данном случае болезнь рак и органа какого. И все. Ну ладно, мы сколько угодно подискутируем. В Казани, например, сейчас выберем кого с кем подискутировать и подискутируем. Тогда объявляйте следующего участника. Следующий участник и, кстати, заключительный участник. Мы потихоньку к концу приближаемся, но мы так заболтались, что время-то у нас уже вышло. Майлиан Асеп Айратович, город Москва. Пожалуйста, вам слово. Разрешите представить вашему вниманию клинический случай тема пембролизума при бацидарном раке мочевого пузыря. Обратился к нам пациент, 78 лет, обратился к нам в 2021 году. У него в анамнезе он курил в течение 30 лет 15 сигарет в день. Из жалоб у него была макрогематурия. Пациенты выполнили трансуретеральную резекцию в апреле 2019 года и секонд блок. По данным гистологического заключения уротелиальный рак G3 был на тот момент. Далее он оставался под наблюдением. В 2021 году в марте у него случился рецидив. Ему выполнили трансуретеральную резекцию и также секонд блок. По данным гистологического заключения G3 high grade и плюс карцинома инситу. По данным дополнительных контрольных обследований КТ грудной клетки брюшной полости остеосинтеграфия метастазов у пациента не было выявлено. Пациент был достаточно с отягощенной сопутствующей патологией. У пациента была гипертоническая болезнь третьей степени, нарушение проводимости сердца, мерцательная аритмия, тромбофилия неизвестного генеза, посттромботическая болезнь, хроническая венозная недостаточность. Также у него был первичный множественный метахронный рак, благоприятный опухоль глисон 3 плюс 3 G1, Т2C, и 0,0 пациенту выполнили роботическую простатектомию в 2016 году. У отца рак лёгий. Первым делом, конечно, надо определить группу риска. На слайде представлена по-русски. Я думаю, что здесь особо на этом слайде оставаться смысла нету. Возраст старше 70 лет у нашего пациента один из дополнительных факторов. И пациент относится по-русски к очень высокому риску. Т1, high-grade G3, cancer in situ, минимум один дополнительный фактор, и, собственно, возраст у нашего пациента. По-русски выделено красным цветом, что пациенту рекомендовано. Радикальная цистектомия с учётом осложнённого сопутствующей патологии пациенту был сделан выбор в пользу BCG-терапии. Также хочу представить группу риска по ЕАО. Здесь всё примерно то же самое. Также три фактора возраст и очень высокий риск. Интересно, да, рекомендуют по ЕАО ратикальную цистектомию в случае не выполнения или отказа пациента BCG от 1 до 3 лет. Интересно, NC7 последней версии 3.20-23 они исключили присутствие cancer in situ для очень высокого риска. И, соответственно, по данной новой, соответственно, по пересмотру пациенты относятся к невысокому риску, просто к высокому риску, где BCG является режимом предпочтения. На слайде вот показано нежели цистектомия, хотя, опять же, на момент 2021 года этого введения не было. Мы пациенту назначили соответственно BCG-терапию индукционный курс, все как обычно, 6 недель, одна инстилляция в неделю и поддерживающий режим. На слайде продемонстрированы визиты пациента в клинику, начали проводить ему в июле 2021 года, индукцию он получил в полном объеме, поддержку получил до 11 месяца, где по данным контрольной цистоскопии с биопсией, которую мы выполняли регулярно, мы зарегистрировали у пациента, к сожалению, прогрессирование заболевания и выявили канцер инситу рецидив. Также пациент регулярно, конечно же, сдавал на атипичной клетке, все время было отрицательно, на 11 месяц атипичной клетке также были положительны. В связи с прогрессированием заболевания мы пациенту выполнили трансфер-трайм дезекцию, инстилляцию гемцитабина в июле 2022 года, верифицировали канцер инсит в патоморфологическом материале, через месяц мы пациенту взяли биопсию с подозрительных очагов без опухолевого роста. Хочу напомнить критерии БЦЖ рефракторности по-русски, по ЕАУ. Наш пациент подчеркнуто к какой категории относится ближе всего, так скажем. Дальше я про это упомяну еще. Это выявление канцер инсит на фоне БЦЖ терапии. Здесь написано к третьему месяцу и сохранение ее в шестом месяце после реиндукции. То же самое ЕАУ написано. И здесь документ, который в ДЕИ опубликовали в 2018 году, это некий такой сбор критериев для БЦЖ терапии. У них этот момент называется БЦЖ анреспонсив, то есть опухоль, нереагирующая на БЦЖ терапию. И здесь указано 12 месяцев в момент адекватной БЦЖ терапии. Внизу указано, что такое адекватная БЦЖ терапия. это как минимум 5 из 6 курсов инициальной индукции. Пациент у нас входит в эти критерии. Плюс в самом документе указано очень так выделено подробно по поводу того, что достаточно сложно найти таких пациентов, которые входят в критерии именно 6 месяцев, как на предыдущих слайдах по критериям русской ЕАУ написано. Поэтому исследователи самостоятельно могут определять вот этот срок от 6 до 12. Наш пациент на 11 месяце, напоминаю, спрогрессировал канцер инситу. И что мы имеем у него на момент прогрессирования? Это очень высокий риск. БЦЖ рефракторный опухоль. Чарльсон 7 баллов 0%, соответственно, противопоказания к психологическому лечению, отягощенная кардиологическая патология. На данном слайде продемонстрированы все новые препараты, которые на сегодняшний момент исследуются для таких пациентов с высоким риском немышечно-инвазивного рака пузыря. Их достаточно много. Я надеюсь, что они скоро до нас дойдут и успешно пройдут клинические исследования для того, чтобы мы могли принимать в регулярной практике. В частности, препарат пембролизумаб, он здесь выделен на слайде. Буквально коротко пройдемся по исследованию K-NOTE 057. Это, собственно, исследование, связанное с пембролизумабом когорта A нас интересует. Туда включали пациентов немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря с канцер инситу. В сравнении с когортой B там канцер инситу не было, поэтому когорта A нас интересует. Пациенты принимали пемболизумаб 1-3 недели 200 миллиграмм и проходили контрольные обследования. Среднее время полного ответа 16 месяцев на графике продемонстрировано 46% пациентов полный ответ в течение 12 месяцев, 28% пациентов полный ответ на момент наблюдения, 51% рецидив от полного ответа. Нежелательные явления, но их достаточно мало. Грейт 3 это 11% в основном эти нежелательные деньги, 53% грейт 1, грейт 2, с этим достаточно успешно можно работать. Мы пациенту назначаем с августа 22 года пемболизумаб. Он получает в этом объеме, проходит регулярное обследование в клинике. Мы ему выполняем цистоскопию раз в 3 месяца с биопсией плюс цитологическое исследование, видео, цистоскопия. Здесь стандартная цистоскопия, все у него нормально по данным биопсии цистоскопии. За все время продолжительности 17 месяцев у пациента единственное нежелательное явление грейт 1, сыт на голени. Не факт, что это даже с пемболизумабом связано, в общем, это купировано. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо большое Овце Параратович. Такой интересный случай, который не закончился чем-то там таким масштабным, долго играющим, и в принципе такой достаточно приемлемый подход к лечению немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря очень высокого риска, но все-таки несколько вопросов есть, в том числе и по формулировке. Все-таки это прогрессирование или рецидив? Был немышечный процесс изначально, да? Был ли мышечно-инвазивный неразидивный? немышечно-инвазивный. Был немышечно-инвазивный и остался немышечно-инвазивный. Вы несколько раз повторили, что это прогрессирование? Нет, это рецидив, безусловно, рецидив заболевания, да. Хорошо. Можно в плане дискуссии в защите докладчика я вам расскажу, что в нашей школе онкологической обучение было следующим образом, что любое вновь возникающее проявление болезни относится к разряду прогрессирования. А прогрессирование бывает в двух видах. Это в виде рецидива или в виде метастатической болезни. Поэтому вот в английской литературе немножко по-другому классифицируется прогрессирование, в том числе и в прогностических классификациях немножко по-другому. Но вот в нашей школе онкологической я имею в виду, что я знаю, что Павсю Парарад сейчас представляет Институт Герцена, и ординатура у него проходила там. А поскольку много лет назад там тоже проходила ординатура, я знаю, откуда этот термин прогрессирование. Поэтому мы ставим диагноз так. Рак мочевого пузыря, трансрунтеральная резекция в таком-то году, прогрессирование в таком-то году, а дальше в виде чего прогрессирование в виде рецидива и метастазов. Я просто в плане... Спасибо, Институт Герцена. Так. Хорошо. Тогда я тоже так скажу. У нас так ставится ординарная карцинома, ординарный рак. А вообще тема у нас для дискуссии поднакопилась. Полтора часа, я думаю, что нам будет что-то поговорить. Да, у вас еще какие-то вопросы есть, потому что у меня тоже есть там. Да, есть вопросы. Я продолжу, или вы? Не-не, вы, конечно. 2010-й, правильный год, да? Нет, БЦЖ терапия или пембролизумат. Не-не-не, вот впервые выявленный процесс. 2019-й год. 2019-й, да, прошу прощения. И затем 2022-й год, вот уже, уже... Затем 2021-й год он поступает к нам с макрогематерией, мы ему проводим трансфер-ретральную резекцию, Т1, G3, high-grade cancer in situ, second look, все нормально и БЦЖ терапия. Да, а с 2019-го по 2021-й год что было? Пациент наблюдался по месту жительства, ничего не было. Понял, ну наблюдался, то есть, как бы, по-настоящему. Ну, с его слов на цистоскопии, да, он ходил регулярно. Ну, еще по терминологии, завершу свою серию терминологических вопросов, это, БЦЖ рефракторный рак мочевого пузыря, как говорится в названии клинического случая. Может быть, даже Кирине Мусаевне, которая терминологию школы московской онковорологии нам прояснили. Это, это очень хороший вопрос, я очень много времени потратил на изучение того, у меня даже вот здесь бумажки лежат, вот, в общем, это БЦЖ анреспонсив по НССНу, который состоит из БЦЖ рефракторного и БЦЖ рецидивирующего, так называемого, вот. БЦЖ рефракторный, это тот, который появился на фоне проводимого БЦЖ терапии в течение от 3 до 6 месяцев. Формально наш пациент не подходит под эти критерии, но, как я вот упомянул в слайде, по вот этому документу FDA 2018 года, там действительно есть такая фраза, что спонсоры и клинические исследователи самостоятельно вот этот промежуток выставляют в случае, если нет добора пациентов в клинические исследования. Пациент у нас прогрессировал на 11 месяце, поэтому он как минимум БЦЖ он респонсов, то есть пациент не ответивший на БЦЖ терапию, а как максимум с учетом этой фразы в документе он БЦЖ рефракторный был. А, так это был больной в клиническом исследовании, который лечился, да? Он проходил препарат с Санлимаб, он был в рукаве монотерапии БЦЖ, вот. Но он не имеет отношения к этим критериям, другие были критерии, это я в целом про документы рассказываю. Понятно. Ну и, соответственно, опять же, если это было клиническое исследование, то ряд опций мы отбрасываем, например, с больным обсуждалась или не обсуждалась цистектомия с учетом, раз уж вы ставите вообще прогрессирование, то... Да, цистектомия, безусловно, цистектомия обсуждалась, она обсуждалась и на момент, когда он впервые поступил до БЦЖ терапии и после БЦЖ терапии, у него, к сожалению, действительно отягощенный анамнез, в частности, мерцательная аритмия, с которой он два раза варит, в балку левку попадал. В общем-то, там противопоказания есть у него, к сожалению. Ну и возраст, 81 год ему сейчас. Спасибо, Ирина Мусальевна. Спасибо за переданное слово. Значит, что я хочу первое сказать? Во-первых, вы нам показали замечательные картинки по определению прогноза болезни. И возвращаясь к тому, о чем мы говорили с Семеном Александровичем, я еще раз хочу подчеркнуть по поводу Т1. Да, действительно, в 2016 году Американская ассоциация урологическая, Американская урологическая ассоциация АУА предложила нам свои критерии о поделении прогноза. И действительно, как НССН, так и Русска пользуются именно этими критериями. С 2016 года Т1 относился к промежуточному прогнозу, сейчас они его почему-то отнесли к благоприятному, но это бог с ним. Мы с вами работаем по рекомендации ассоциаций анголого-производа. Россия, которая использует все-таки рекомендации по распределению на факторы прогноза ЕАУ, старый, добрый ЕАУ. И там все-таки Т1 никогда не относится к группе благоприятного прогноза. Об этом я просто делаю вам акцент, потому что мы с вами будем выбирать, у нас страховые компании придут оценивать нашу БЦЖ-терапию, и мы им должны показать, почему мы отнесли к больному, к неблагоприятной группе прогноза, и почему мы проводим БЦЖ-терапию. Поэтому, согласно все-таки рекомендациям онкологов России, Т1 это группа неблагоприятного прогноза. Дальше. БЦЖ-рефрактерные, БЦЖ-рецидивные. Значит, к БЦЖ-рефрактерным, согласно определениям, опять же, существующим определениям, по выбору дальше тактики лечения, все-таки мы с вами должны оценить адекватность индукции выполненной. И вот к БЦЖ-рефрактерным относятся те пациенты, которые спрогрессировали на фоне адекватной индукции в течение трех месяцев с наличием, опять же, тех же признаков болезни, то есть с наличием той же карциномы инситу или ТА высокой степени злокачественности. Если болезнь прогрессирует, например, был карцином инситу, а она вдруг спрогрессировала ТА лоу-грейд, но это должно быть шесть месяцев терапии. Вот это будет БЦЖ-рефрактерный рак. А действительно БЦЖ-рецидивный это тот рак, который после адекватной индукции прогрессирует в течение года, то есть в течение от шести до двенадцати месяцев. Вот это будет БЦЖ-рецидивный рак. Опять же, согласно существующим определениям нашей Московской онкологической школе, как скажет Сергей Александрович. Вот это, как я представляю. Ваш случай действительно интересный, он действительно, это действительно рецидивный рак и действительно единственным возможным методом лечения ему помочь. Опять же, этот метод лечения уже нашел свое отражение в клинических рекомендациях, подтвержденных Минздравом в декабре 2023 года. Здорово, у нас теперь на вооружении есть еще один препарат и, на мой взгляд, высокоэффективный препарат для лечения немышечно-инвазивного рака мчелого пузыря. У нас тоже есть такие больные. А все пара рады. А вы вот теперь часто назначаете пембролизумаб? Если честно. Я ищу таких пациентов, чтобы с удовольствием им назнать этот препарат, но, к сожалению, пока БЦЖ рецидивного или рефракторного больше не встречал. Активно спрашиваю в неврологии, может, кому-то там требуется или нет. Спасибо. С удовольствием принимаем. Да, спасибо. А кто-то еще назначает пембролизумаб при БЦЖ рефракторном раке? У нас один случай есть пациента, который получает, но, к сожалению, БЦЖ мы начали проводить недавно. Он получал в другом регионе БЦЖ, потом приехал к нам и уже у нас на консилиуме назначили пембролизумаб. Да, и очень обращу ваше внимание, все-таки хочу обратить ваше внимание, что очень важно понять, в каком режиме проводилось БЦЖ, потому что введенный один раз, потом через две недели второй раз и через месяц третий раз на этом фоне рецидив, это, конечно, неадекватно выполненная индукция. Поэтому это тоже очень важно, в каком режиме. Не один час проведем дискуссии в обсуждении по нашей старой доброй традиции после завершения. Но время у нас уже истекло, поэтому, наверное, от нас нужны какие-то завершающие слова. Можно я вас все-таки попрошу начать, Ирина Мусальевна? Да, дорогие друзья, сегодняшнее наше заседание продемонстрировало, что вы все замечательные специалисты, что все вы лечите уротелиальный рак, может быть, по-разному, но все вы боретесь до последнего и используете все возможности для того, чтобы улучшить выживаемость своих больных. И за это вам большое спасибо и большой почет. И еще я хочу сказать, что каждый клинический случай ваш, он уникален, представление было, на мой взгляд, прекрасным, всякие неточности и нюансы, которые я успела заметить, это так, для того, чтобы сориентировать вас, на мой взгляд, в дальнейшем. Всем желаю победы. Спасибо большое, Ирина Мусаревна. К концу выступления смягчилось, заулыбалось, наверное, проголодалось. Ну, что я могу сказать? Я тут вот напротив каждой фамилии выступающего поставил как бы критерии, по которым я определял там и каждого оценивал по этим критериям, но вот один из критериев, например, такой была уверенность в выступлении, да, так тут у всех плюсик, наверное, этот критерий можно не оценивать, что меня, в общем-то, очень удивило, все молодцы хорошо представили клинический случай, по тактике, да, вопросы есть, по диагнозам вопросы есть, мы все это обсудили, все вопросы задали, интересные случаи, в общем-то, были у всех. Что, на что я обратил внимание? Много рака верхних мочевых путей, много случаев по раку верхних мочевых путей, много случаев с применением новых препаратов, о которых один-два года назад мы только слышали, да, сегодня уже это фетениб, фортумопедатин, препараты комбинации, которые рекомендациях в первых строчках, предпочтениях мы уже применяем, обсуждаем. Еще раз хочу всех поблагодарить, всем пожелать удачи, те, кто были с нами, провели не зря с пользой, много чего интересного подчеркнули, узнали. Ну, а с кем-то из вас мы встретимся в Казани. Лично мое пожелание, что в качестве докладчика. Я думаю, я думаю, что тот, кто поедет в конце марта в Казань на врач будущего, обязательно должен попасть в основную сетку. Да, Ирина Мусальевна? Конечно, тем более мы с вами будем ее формировать. Да, вот прямо сейчас и начнем. Как только отключимся от эфира, всем спасибо большое российского общества онкологов отдельно, организаторам. До скорых встреч. Спасибо большое, ребята. Дерзайте дальше. Продолжение следует...